В рамках своего визита в Наринмар полномоченный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин провел совещание по исполнению майских указов Владимира Путина. Окружная администрация отчиталась о реализации поручения по основным показателям, а полпред акцентировала внимание на то, что результаты должны почувствовать в первую очередь простые жители региона. Ненецкий округ достойно справляется с реализацией указов президента. Зарплаты бюджетникам на должном уровне, а кое-где превышают установленные президентом нормативы. Педагоги получают среднюю заработную плату по региону, то есть ровно столько, сколько предусмотрено указами. Врачи получают в полтора раза больше плановых показателей. Немного просили зарплаты работников детсадов. Здесь, по мнению Владимира Булавина, следует мобилизовать все ресурсы и довести доходы педагогов до средних по экономике. Однако законные возможности решить эту проблему появились у Ненецкого округа совсем недавно. Раньше дошкольным образованием занимался Архангельск. В 2015 году, с 1 января, у округа возникают законные основания для решения этой проблемы. В июне 2014 года был заключен договор между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа, в соответствии с которым исполнение всех полномочий субъектов переданы органами государственной власти Ненецкого автономного округа на ближайшие 7 лет. Высоко оценил полпред набор социальных гарантий жителям округа, в том числе поддержку деторождения, благодаря которой рождаемость в округе занимает первые места в общероссийских рейтингах. Отдельно собравшиеся обсудили вопросы жилищного строительства и ликвидации ветхого жилья. Регион уже превысил необходимые показатели, очерченные указами президента, и в дальнейшем будет только наращивать темп. Слишком большая потребность в новых метрах. Для нас вполне достижим показатель около 50 тысяч квадратных метров с возможным выходом, или с планом выхода на следующие годы 60 и 70. По крайней мере, такая задача обозначена губернатором. Полпред Владимир Булавин отметил, что Ненецкий округ опережает многие регионы по темпам ввода жилья в расчете на человека и при этом не просит помощи федерального центра. Задача по переселению граждан из военного жилья оказалась наиболее сложной практически для всех субъектов федерации, расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа. Ненецкий округ решает эту задачу исключительно за счет собственных средств. В заключении участники совещания обменялись предложениями, как оптимизировать взаимодействие федерального центра и региональных властей, упростить документы обороты и отчетность. К работе администрации Ненецкого округа по исполнению майских указов претензий не высказано, предстоят лишь технические корректировки.